Накануне в станице Стародеревянковской в храме Вознесения Господня собрались духовенство и прихожане со всех десяти благочинений Ейской епархии. Поводом стало долгожданное событие – общеепархиальный крестный ход к источнику святой великомученицы Пороскевы Пятницы, который состоялся после всеночного бдения. Богослужение возглавил правящий архиерей епископ Ейский и Тимошевский Павел. Святой источник Пороскевой Пятницы, или, как его еще называют, Креница, что в станице Стародеревянковской, известны не только на Кубани, но и за ее пределами. Чтобы помолиться и испив родниковой воды, укрепить здоровье, сюда приезжают тысячи людей. Традиция ежегодно в Десятую Пятницу по Пасхе совершать крестный ход с чтимой иконой великомученицы Пороскевы от храма Вознесения Господня станицы Стародеревянковской к святому источнику существует уже более ста лет. В этот день, в 1901 году, пастухи нашли в роднике маленькую икону Пороскевой Пятницы. С чудесной находки станичники заказали список, на обратной стороне которого написали обещание отправляться с ним в молитвенное шествие к источнику, который назвали в честь великомученицы. И вплоть до 30-х годов 20 века казаки слово свое держали. Но в советское время традиция была прервана и восстановилась усилиями местного духовенства и прихожан лишь в 2000 году. Бабушки почитали, ходили, там была икона Пороскевушки и колодец. Но колодец уже был затоплен в то время, да давно. Сейчас его, конечно, батюшка все там наладил, а раньше не было так. Там ходили по доскам раньше бабушки, и вот так оно пошло, пошло. И потом у нас в 90-м году храм разрешили возобновить. И бабушки начали рассказывать батюшкам, ну, были же батюшки вперед еще, да, батюшкам один. И все по чуть-чуть, по чуть-чуть отстраивали там Креницу. Там была вода раньше, сейчас там все сухо, красота, удобство, ну, просто радость на земле. Крестный ход на Креницу – настоящий духовный праздник. Сегодня это событие общеепархиальное. В нем участвуют верующие и духовенство всех десяти благочиней ейской епархии. У нас есть знакомая женщина, которая попала на этот Крестный ход, тоже случайным образом. У нее много лет не было детей. И в этот Крестный ход, с этого источника, ее обнили водой очень сильно. Вы знаете, через два месяца она забеременела. Вот это просто история из жизни. Когда мы идем, нас видят, нас слышат. Мы идем так, чтобы те люди, которые живут по дороге, или те люди, которые встречаются нам, они были нами благословлены, нашей молитвой, нашей заботой. И, конечно же, обязательно так надо постараться сделать, чтобы они присоединялись к нам и к этому Крестному ходу. Потому что это Божье дело. Мы делаем дело Божие, а Господь помогает нам во всех наших делах. Пороскева Пятница родилась в семье христиан, живших в Римской империи в III веке. Отец ее особенно почитал пятый день недели, посвященный памяти о страстях Господних. Именно поэтому назвал дочь Пороскевой. В переводе с греческого языка это Пятница. Исторически так сложилось, что в России ее называют двойным именем. Во время гонений римских властей на христиан девушка попала в руки язычников. Пороскеву под пытками заставляли отречься от своей веры, но она не предала Иисуса Христа. Девушку казнили, а память о ее стойкости сохранилась до наших дней. У нас с вами есть святая икона, которую наши с вами благочестивые предки почитали и обещали приносить на это святое место. В это время, как и мы, с вами принесли. То есть мы с вами в традиции, мы с вами исполняем обед наших предков и почитаем, что в Великой Уршице Пороскеву. И соблюдаем их обед и приносим сюда святую икона. Совершаем водосвятный молебен и молимся о нашем Отечестве, о нашем крае, о наших близких, о наших воинах, защитниках земли русской. И желаем всем вам, чтобы те прошения, которые вы приносите ко Господу, те прошения, которые угодны Богу, которые служат нам к распасению, Господь и Слово по аморитмам стой в угодице своих, в Великой Уршице Пороскеву. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому